Вы прекрасно знаете, что мы часто рассказываем вам не только о классических видах искусства, но и о новых достижениях. Например, прямо сейчас о песке сквозь пальцы пойдёт речь. Для кого-то это просто символ уходящего времени, а для героев нашего следующего сюжета эти слова не метафора, а просто работа. Вчера в Белом зале Петербургской студии документальных фильмов состоялся показ спектакля из песка под названием «Маленький принц». Евгений Лыков, как большой принц, побывал на этом мероприятии. Их трое на сцене. Художник с помощью цветного песка, рисующий удивительные картины. Пианист, создающий музыкальное полотно. И рассказчик, повествующий нам одну из самых светлых и грустных историй на этой планете. У меня «Маленький принц» на маленькой сцене был. «Маленький принц» на маленькой сцене. И провели ещё некоторые сказки. И мы просто усилили мой цветной песок, театр теней, кроме песка. И то, что продумали Арсений, ребята, с актёрством, с музыкой, это получился какой-то идеальный тандем. И вот прошло уже шесть лет. История такая, в принципе, простая, понятная, «Маленький принц». Но для меня она, скажем так, интересна тем, что здесь есть синтез таких вот разных искусств. Это сендарт, это музыка и театральное искусство. Поэтому я сразу с большим интересом к этому отнёсся. Я вообще люблю такого рода проекты, именно вот не чисто театральные, да, а с чем-то. Вот как это было нарисовано. Мы как бы вместе рядом, и у нас ещё актёр, и он как бы проводник, он играет ролик Зиппери. И мы на неё не реагируем, но он является человеком, который как левой и правой рукой нами определяет движение, собственно, рассказа. А он на огромной грани, но тем не менее, это мы видимые и слышимые с Мариной. Я, соответственно, слышимые, оно видимое. И он, поэтому такая сценография, как вот треугольником зритель, вот мы и экран, то есть как итог. Такой треугольник очень хорошо получился. И вот, шесть лет назад, мне пришлось сделать вынужденную посадку в пустыне. Мы стараемся не отдельно существовать, потому что это самое главное, чтобы возникала эта вот целая картина, да. Это отдельная реальность такая, которую мы втроём рисуем разными красками. И абсолютно не важно, сколько песка расходуется во время спектакля. И не хочется думать о коммерческой стороне проекта, весьма немаловажной в данном случае. Всё прекрасно продуманно, хорошо исполнено, и вот уже задеты струны души. А не в этом ли суть искусства? Для меня стандарт — это искусство. И очень хочется хранить его как искусство. Не просто модное направление, которое сейчас использует караватив, а именно искусство. Что это картины, это анимация, это рассказы, режиссуры, там всё должно быть. И где руки — это игра актёра. Не просто эта картина коммерчесована, а картинка с ними — другое. Нужно обязательно продумывать так, чтобы отклик в сердце был, люди чувствовали, что ты хочешь ему донести. Для меня это стандарт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!